Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Грудинин прокомментировал назначение Путиным нового премьер-министра России Михаила Мишустина и его дальнейшие планы, которые Мишустина озвучил на встрече с депутатами. Павел Николаевич Грудинин как-то давно не появлялся на публике, а тут такая отличная возможность очередной раз высказаться про нового премьер-министра России, которого назначил Путин и уже утвердила Государственная Дума. Кто знаком с осказывания Павла Грудинина, тот уже догадывается, как он прокомментировал эту историю. Политик считает, что уход Медведева ничего не означает. Дмитрий Анатольевич как был лидером партии «Единая Россия», так и остается. Как скажет голосовать, так и будут. Только теперь Путин сможет сделать очередную политическую рокировку с Мишустиной. Но это не имеет логики, ведь Владимир Владимирович хочет изменить Конституцию Российской Федерации, чтобы править вечно посредством парламента. В общем, Павел Грудинин выдвинул пару теорий дальнейшего развития России. Что услышали мы на послании президента? Изменение Конституции РФ и собрали дань с пенсионеров и направили низшей части населения, которая будет рожать, лишь бы получить деньги за первого и второго. Об этом многие уже высказались негативно, но только не правительство. Они считают прорывом забрать деньги людей, которые не держат до пенсии, и отдать на улучшение демографии. Ничего толкового в послании не было озвучено, считает Грудинин. Михаил Мишустин – человек Путина. Человек для народа России совершенно новый. Вскользь его фамилию могли слышать россияне только при вводе нового налога или совершенствовании налоговой системы. Павел Грудинин хотел похвалить Мишустина за идеальную систему сбора налогов, что все стало прозрачнее, но стало прозрачнее для тех, кому это крайне нужно. Для своих до сих пор все покрыто мраком. Например, жена Мишустина зарабатывает миллионы, а в базах данных РФ о ее бизнесе нет ни слова, хотя она заработала приличную сумму за 9 лет. Получается, что во власти все время находится коррумпированный человек. Павел Грудинин отметил, что возможно. Поэтому ничего не изменится, совершенно ничего. Михаил Мишустин продолжит политику Медведева. Будет принимать различные решения для более качественного изъятия денег у населения. Медведев с пенсионной реформой отработал свои сроки, майские указы провалил. Теперь новый человек будет создавать видимость хорошей работы. Ну что же, терпим, либо не терпим. Все зависит от народа, считает Грудинин. Сам он ничего не может сделать, к сожалению. Что будет дальше? Михаил Мишустин постарается завоевать доверие россиян. Но как же он это заслужит, если на собрании депутатов премьер-министр поддержал пенсионную реформу и сказал, что менять ничего не будет. Вот так. Люди в России быстро забывают плохое, когда власть начинает делать подачки. Возможно, что подачки продолжатся и гнев россиян снизится, но вряд ли. По крайней мере, у интернет-аудитории иммунитет к этому. Павел Грудинин посетил издание «Свободная пресса» и поделился своим мнением по поводу нового премьер-министра. Ничего нового для себя и народа он не открыл. Типичная рокировка власти. Больше всего интересно, что же будет дальше. Останется ли Путин в 2024 году президентом? Или свалит в парламент? Или будет управлять Мишустиным? Вариантов развития на данный момент очень много. Уже многие эксперты прокомментировали эту новость. Многие люди в сети высказались. Даю вам слово. Как думаете, налоговик это то, что нам нужно? Или будет драть налоги еще сильнее? Хотелось бы послушать ваше мнение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь своим мнением в комментариях. Продолжение следует...